Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова наша команда подготовила для тебя самые важные и интересные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанский федеральный университет прибыли представители университета имени Хамада Бин Халифа. Представитель КФУ принял участие в экспертной сессии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В университетской клинике КФУ пациентку с диагнозом метральной недостаточности прооперировали новым способом. Казанский федеральный университет посетили представители университета имени Хамада Бин Халифа. Подробности смотрите в следующем сюжете. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации университета имени Хамада Бин Халифа, вуза которой расположен в столице Эмирата Катар. По традиции гости посетили музей истории КФУ, прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами высшего образования в Казани, узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Я бы хотел выразить благодарность за приглашение в Казанский федеральный университет. Я представляю университет имени Хамада Бин Халифа в государстве Катар, а в частности факультет исламских исследований. В Институте управления экономикой и финансов Казанского университета мы с руководством вуза обсудили возможности для взаимодействия на академическом и исследовательском уровне, возможность обмена студентами. Я надеюсь, нам удастся подготовить необходимые документы для того, чтобы начать сотрудничество между нашими университетами. Также члены делегации побывали в императорском зале и знаменитой ленинской аудитории. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Заместитель директора Института международных отношений Казанского федерального университета по научной деятельности Лилия Ильикова стала первым в истории российским участником экспертной сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по истории и межэтническим отношениям. Подробности смотрите в следующем сюжете. Двухдневная экспертная консультация по дискуссионным вопросам истории и межэтнических отношений прошла в Гааге в конце сентября. Казанский федеральный университет на сессии представляла заместитель директора Института международных отношений КУФУ по научной деятельности Лилия Ильикова. Я была приглашена на экспертную сессию по межэтническим отношениям и так называемым contested history, то есть спорных моментов исторических, которые оказывают свое влияние именно на развитие межэтнических отношений. Здесь был ценен опыт Татарстана представить, каким образом в Татарстане мирно существуют различные религии, различные этнические группы, каким образом становится все это возможным. Отметим, что представитель России был приглашен на сессию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этой области впервые. Приглашение принять участие в экспертной сессии поступило после визита делегации Управления Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром Ламберто Заньером в Казанский федеральный университет в июле этого года. Он посетил Казанский университет, ему очень понравилось в Казани, и более того, был очень высоко оценен опыт Татарстана именно в поддержании межэтнического мира, межнационального согласия и межконфессионального, тоже мирного существования различных народов и религий. На встрече присутствовали представители ведущих университетов, стран-участниц ОБСЕ, представившие опыт научно-экспертной работы в сфере исторических и межкультурных исследований. В целом могу сказать, что доклад был встречен очень живо. Для меня удивительно, что до сих пор о Татарстане настолько мало знают. И вот одним из результатов, я считаю, моей поездки было то, что удалось лишний раз рассказать о том, что вот есть такая республика, есть такой опыт исторический, который накоплен. То есть это нужно, конечно, популяризировать. Пациентку с диагнозом «метральная недостаточность» кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета прооперировали новым способом. Операция проходила при помощи 3D-видеокамеры, монитора и очков. О том, чем уникален данный метод, расскажем в сюжете. Использование 3D-очков не в кинотеатре за просмотром фильма, а при проведении сложных операций. Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза оперируют молодую пациентку. У нее «метральная недостаточность» – это вид приобретенного порока сердца, нарушение функции метрального клапана. Кардиохирурги из Пензы проводят мастер-класс для врачей КФУ по выполнению операции с помощью способа миниторакотомии. Это новый вид операции, который с недавнего времени начал проводиться в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии города Пенза. Данный метод позволяет выполнять операцию при помощи небольшого разреза длиной всего 4 см. В грудную клетку заводится 3D-видеокамера, и оперативное вмешательство выполняется при помощи 3D-монитора и в 3D-очках. Через маленький разрез под правой молочной железой используем в виде эндоскопической стойки с функцией 3D. Функция 3D позволяет визуализировать клапан во всех деталях, увидеть все причины недостаточности клапана и патологии, и выполнить качество пластико-метрального клапана. Имеется ряд плюсов при применении такого метода. После операционной период будет проходить намного легче. Пациенты смогут заниматься физической активностью уже через одну или две недели после выписки. У них не будет ограничений в подъеме тяжести. Данный способ может применяться при ряде операций. Это оборудование может применяться при патологии метрального клапана, изолированной, и при изолированном коронарном шунтировании передней межелудочковой артерии. При использовании данного оборудования возможно выделять внутреннюю грудную артерию, которая будет использоваться в качестве шунта. До этого лечения такой патологии можно было проводить двумя способами. Первый – это стандартная стернотомия, то есть хирургический разрез делается длиной от шеи до живота. Это полное рассечение грудины продольное. Безусловно, это приводит к сильному болевому синдрому после операции, но и обуславливает еще риск развития ряда осложнений. Есть еще один способ, который применяется врачами при подобных операциях в университетской клинике КФУ. Это методика ТАВИ – транскатетерная имплантация аортального клапана. Она выполняется доступом через сосуды на бедре, на ноге, выполняется под рентгеновским контролем и не сопровождается скрытием грудной клетки. Не всегда есть возможность установить транскатетерно протез этого клапана, поэтому, к сожалению, открытые методики пока от них мы избавиться не можем, они остаются. Но минимизировать операционную травму за счет мини-доступа мы можем. Методика ТАВИ является достаточно дорогостоящей. После апробации способа мини-торакотомии с применением 3D-технологий планируется, что в университетской клинике КФУ будут проводиться операции подобным способом. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. Сыграть на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала впервые сможет непрофессиональный актер. Подробности смотрите далее. Впервые в Казани прошел всероссийский конкурс талантов «Народный театр». Для участия не требовалось иметь профильное актерское образование. Достаточно любить театр и желание попробовать себя в роли актера. Проект заключается в том, что у простого жителя города Казани, и не только Казани, а Республики Татарстан, есть возможность, уникальная возможность в дальнейшем попробовать себя в роли реального актера в нашем театре Камала. Участвовать в кастинге можно было с 16 лет, а главным критерием являлось знание татарского языка. Приняли участие более 60 человек, в том числе студенты Казанского федерального университета. Для меня театр – это не какое-то там здание, это для меня вся вселенная, можно сказать. И вообще в нашем факультете есть кружок молодежный театр Минезгель. Это актриса. На прослушиваниях экспертное жюри выбрало пятерых кандидатов. Эти ребята начнут репетировать постановку в театре имени Галя Аскара Камала под руководством ведущих мастеров и артистов. За это время участники смогут отточить основу театрального мастерства и раскрыть свой актерский талант. В первую очередь было, конечно, прощать внимание на внутреннюю эмоциональную подвижность. По итогам конкурса будет выбран победитель, который выступит перед зрителями и экспертами на сцене Татарского государственного академического театра имени Галя Аскара Камала с профессиональными артистами. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универ Ньюс. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok